Мне очень важны ваши идеи и ваша обратная связь. Поэтому комментарии в телеграм-канале всегда будут открыты для вас. И мы вместе будем решать насущные проблемы Красноярского края. Спасибо вам большое. Кажется, Михаил Катюков еще вещи после перелета из Москвы не успел распаковать, а уже записывает первое обращение в своем телеграм-канале. Помощники в Рио завели его буквально пару часов назад. Но понятно, что может и сам. Новый глава региона из поколения молодых технократов. Тех, кто может и успешно использует цифру. Умение, которое наряду с остальными дает преимущество в предстоящей предвыборной кампании. Выборы губернатора края пройдут во второе воскресенье сентября. В первую декаду июня ориентировочно-законодательное собрание назначат эти выборы. Ну и в плановом режиме они будут идти. Для победы в первом туре победителю необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Соответственно, если это количество будет меньше, то будет второй тур. По словам политологов, шансы занять губернаторское кресло у Михаила Катюкова самые высокие. Во-первых, он красноярец. Во-вторых, у него большой управленческий опыт и на федеральном, и на местном уровнях. А главное, на пост его открыто благословил Владимир Путин. Есть на кого опираться, безусловно, в федеральном центре. Говорят, он близок влиятельной группировки братьев Ковальчуков. Это ресурс. Не будем вообще-то скидывать из счетов ресурсы единой России. Как бы к партии власти ни относиться, но нет. Самая разветвленная партийная сетка в Красноярском крае. И, безусловно, думаю, что она будет задействована на полную мощь. Уже понятно, что конкурентом Михаилу Катюкову на выборах хочет стать представитель ЛДПР, депутат Заксобрания Александр Глесков. Это, в общем, серьезный соперник человек, пользующийся популярностью протестного электората. Это медийно раскрученный депутат. Но я не думаю, что он представляет очень большую опасность по одной простой причине, потому что электораты Глескова и Катюкова, на мой взгляд, практически не пересекаются. А вот известный аграрий от КПРФ и краевой депутат Борис Мельниченко, если вдруг решит выдвинуться, вполне способен отнять часть голосов тех избирателей, которые традиционно голосуют за партию власти, считает Александр Чернявский. В целом же, кажется, мало кто сомневается, что Михаил Катюков по итогу станет губернатором края. Правда, в нынешней ситуации нельзя исключать прилеты черных лебедей. Так называют непредсказуемые, как правило, негативные события, которые могут изменить все кардинально. А если же все пойдет по плану, то гораздо интереснее выборов может стать кадровая политика нового главы региона. Алексей Кривогорницин, Андрей Ткачук. Новости Прима.